Доброго времени суток всем зрителям и подписчикам моего канала. С вами Вера Лисица, Мир Элитных Рос Сумы. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Я буду очень рада нашему взаимодействию. И сегодня мы продолжим разговор о стимуляторах роста, которые мы можем применять в своем саду. И на мой взгляд, такой препарат, как Гумат плюс 7 микроэлементов, является препаратом, который должен иметь в своем арсенале любой садовод-любитель. Этот стимулятор роста, а также органоминеральное удобрение, которое можно использовать для подкормки овощных, ягодных, цветочных культур, а также комнатных растений. В его составе гуминовые кислоты, азот, галий, медь, марганец, цинк, молитен, кобальт, пор и железо. То есть все те микроэлементы, которые помогают развитию растения, улучшению и повышению плодородия почек, повышению эффективности усвоения удобрений, ускорение созревания и увеличение урожайности. Накопределение плодами питательных веществ и витаминов уменьшает применение этого препарата в следное воздействие солей тяжелых металлов, нитратов, радионуклидов. Он стимулирует рост и повышает урожай растений и ускоряет их развитие. Для получения высокого эффекта следует применять это удобрение на всех стадиях развития растений. Способ применения следующий. Берем содержимое пакета и растворяем его в 100 или в 200 литрах воды. И после этого поливаем этим раствором землю и растения. Из расчета 4-5 литров на квадратный метр. Рассадные культуры поливаются первый полив после посева семян, второй полив после появления всходов и третий полив через 10-15 дней. Без рассадные культуры первый полив после посева, второй полив после появления всходов и третий через 10-15 дней после полива. Земляника и ягодные кустарники весной первая обработка по первым листьям, а вторая и третья с интервалом в 10-15 дней. Комнатные растения поливают в период активного роста 3-4 раза с интервалом в 10-15 дней. Не стоит забывать об осторожности при применении, работать в перчатках, не курить, не принимать пищу, не пить воду. После работы помыть руки с мыла и хранить этот препарат необходимо в сухом, недоступном для детей, вместе при температуре от минус 15 до 30 градусов Цельсия. Этот препарат относится к третьему классу опасностей. Вот и подошла к концу наша сегодняшняя встреча. С вами была Вера Лисица, Мир элитных Россумы. Подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Всем спасибо и до свидания.